Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено распаковкам различного кейпоп мерча, картам, открыткам, а также каким-то таким вот достаточно крупным посылочкам. Будет в формате такой сборной солянки. И сегодня у меня тут на распаковку одно большое письмо и две посылочки. Для начала начнем с письма. Посылочки я пока отложу в сторону. Итак, это письмо от Шопа. И в принципе сегодняшний день у меня только от Шопа какие-то отправления. Вот так вот мне все тут заклеили, забинтовали. Тут у меня, соответственно, карта. А вот и она. Я почему-то думала, что оно как бы друг на друге. Но нет, надо было быть осторожнее. Это юниточка из Одинри, альбома Одинри. Чан с Чунином. Я ее очень ждала. Это, наверное, я не помню, но, наверное, это одна из последних карт из Одинри. Мне еще какие-то должны карты, по-моему, из Одинри прийти. Но, в общем, эту юнитку я очень хотела и очень ждала. Чудесный тут Чунин и Чан. Теперь давайте смотреть большое вложение. И тут у меня мини-постер Чунина. В других никаких таких мини-постерах я не брала. Только вот этот Чунин у меня. Потому что я почему-то думала, что они будут меньше размером. А они вот такие вот достаточно большие. И положить их как-то мне даже и некуда. Такой вот чудесный Чунин. Достаточно большой, конечно, этот мини-постер. Он больше, чем какие-то стандартные открытки. Очень красивый Чунин. Очень красивая открыточка, постер. Как я сказала, тоже от Шопа. Так, вот тут все хорошо опять замотано. Я практически распаковала все, что мне тут приехало. И тут, как вы можете видеть, как вы можете видеть, тут у меня карта и тонер от Нашифика. Давайте для начала посмотрим карту. И тут подарочки также от Шопа. Тут, как всегда, чаек. Этот Шоп всегда чай кладет в подарок. И маленькие стикеры в маленьком пакетике, даже с клапаном. Очень мило. Спасибо большое. И это карта Чана из какого-то там ивента Нацифик. Я уже не помню, но это был Ристок. Тут очень интересный протектор поверх мне положили. Такой вот беленький, с белым задничком. И карта в оригинальном протекторе с клапаном. Вот такой вот Чани. Как я уже говорила в каком-то предыдущем видео, Чунины из этого ивента я не выловила. Но у меня вот есть Чан и Сэн Мин, соответственно. Очень хорошая упаковка. Я очень рада, когда я прошу оставить в оригинальных протекторах. И Шопы кладут еще в какой-то дополнительный мешочек, либо протектор, чтобы оригинальный протектор не портился. Тонер пришел в мятой коробочке. Но мятая коробочка, она и к самому Шопу пришла. То есть это не вина Шопа. Помялся он, когда ехал еще к ним. И это тонер из моей любимой серии. Фитониацин. У меня такой уже один есть. Отбеливающий тонер. Но на самом деле он не очень отбеливает. Он просто очень хорошо очищает кожу. И как-то подтягивает ее, как будто бы. Это моя любимая серия, наверное, у Нацифика. И также я очень рада, что еще один тонер при запасе у меня будет. Потому что неизвестно, что там. Соответственно, какие следующие будут ивенты. И какая там будет косметика. Мне осталось распаковать последнюю посылочку. Я вот тут руками немножко прикрою все данные Шопа и отправители от Шопа. И свои распакую ее. И уже как бы, когда открою, то покажу вам, что там. Итак, тут у меня Шопер. Я заказывала его с Кореи. Тут у меня от Шопа вот такая вот чудесная открыточка. Очень ароматный Шопер, потому что мне тут лавандочку положили. Так, лавандочку убираем. И вот такой вот Шопер. Как я уже сказала, я заказывала его с Кореи. Вот он тут на корейском все у нас написано. Их много было разных. Вышел он мне недешево. То есть, когда ты заказываешь какую-то ерунду с Кореи, ты всегда думаешь, ой, всего-то тысяча вон, ничего не стоит. А потом как бы раз доставку оплатил, два доставку оплатил. И вот оно уже вылилось, извините, в косарь. Но в любом случае, сейчас Шопер этот у меня очень приятная ткань. Такая, знаете, она плотная достаточно. То есть, не как обычные какие-то тоненькие-тоненькие Шоперы. Такая немножко шерстяная. И я, конечно, расстроилась, что летом я его не смогла получить. Но на осень, мне кажется, вот этот Шопер просто идеально подойдет. Мне он очень нравится. Может быть, конечно, косарь-то он и не стоит. Но по качеству он очень приятный и очень симпатичный. У нас с вами распаковка вышла вот такой вот. Немножко сумбурный, наверное, потому что тут очень разноплановый мерч приехал. Хотя даже вот что-то, наверное, и не совсем мерч. Но надеюсь, что этот день вам было интересно посмотреть. А теперь мы с вами увидимся уже в следующем дне. Сегодня давайте вместе с вами распакуем три небольших письма, которые мне приехали за последнее время. Тут одновременно и от Шопов, и также не от Шопа. Или, как сказать, не совсем от Шопа. В общем, давайте я вам покажу, что же тут приехало. Чем, наверное, вот с этого маленького письма. И, в общем, тут такая история. Я вам в предыдущем каком-то видео рассказывала, что нацифик, когда я заказывала этот ресток Сазона, потом со мной связались. Вот это вот вся ситуация. И они мне пообещали, что розовый сет карт они мне также отправят. Но я, как всегда, поспешила. И я решила купить розовые карты Чунина и Сэнмина до того момента, как они мне сказали, что они мне все-таки отправят розовый сет карт. И поэтому, да, вот тут вот приехали, соответственно, должны приехать, соответственно, розовые карты из того сета нацифик. Чунин и Сэнмина я увидела в каком-то Шопе, что у них не разобрали на каком-то рестойке этот сет карт. Написала админке Шопа, что можно я их заберу, но так как они уже приехали на руки, то купила я их чуть подороже, чем они были в разборе. И вот тут вот мои малыши. Вот я не пойму, а тут вот бумажка, в ней что-то лежит, наверное, да? Или мне просто так ее приложили. Давайте посмотрим. Да, тут такое вот маленькое письмо от продавца, от админа Шопа. Где тут надпись-то была? А, вот. Очень мило, спасибо большое. Стикеры очень симпатичные. Так, и теперь давайте распечатаем мальчик. Мне также их отправили в заводских протекторах. И вроде бы протекторы от скотча не пострадали. И вот мои драгоценные малыши приехали. Как же я люблю эту карту Чунина. Вы просто посмотрите, какой он пупченочный тут. Такой малышкин просто. Сан Мин тут немножко на себя не похож. Ему какой-то очень маленький носик сделали, я не знаю. И очень большие глаза. Это забавная, конечно, карта. Но Чунина этот, я просто обожаю эту карту. Она, наверное, одна из моих любимых. В любом случае, посмотрим, если мне действительно на цифик отправили сет карт. Вот этот вот. То этих малышей я потом продам. А если не отправили, то пускай они у меня хотя бы будут. Письмо номер два. Оно тоже от Шопа. Тут мне тоже положили подарочки. В маленьком мешочке с клапаном. И тут у меня два вот таких вот стикера. С котиками, вы посмотрите. И такой вот маленький Хён Джен. Мин Хобби, где котиков найдет, я тоже. Так, и тут должны быть стикеры от Шопа. Мы уже в какой-то прошлой с вами распаковке эти стикеры распечатали. Но не эти, а другие стикеры. Но от этого Шопа также уже приходили мне отправления. Периодически я у них тоже какие-нибудь стикеры заказываю. И давайте смотреть, какие же стикеры мне тут прислали. Очень сильно пахнет клеевой стороной, какой-то типографией, клеем. Не самый приятный запах. Лот номер один, как и в прошлом видео, я говорю. Это Бончан. Вот такие вот немножко развратного вида стикеры с Бончаном. Да, тут какие-то стикеры будут все развратные. Милые были в прошлом видео, а тут какой-то, какой-то разврат. Следующие стикеры. Это Чунин. Вот эта фотка. Это просто, я не знаю, я ее помню. Еще когда я не стынила с Трайкиц, но как бы я про них знала. Но не особо как бы их, не особо за ними сильно следила. Но я помню эту фотку, на которую я залипла, наверное, где-то на час. В общем, вот такой вот Макнеон топ у нас тут. Следующие стикеры. Это Феликс. Обожаю этот образ из Годсменю. Вообще ужас какой-то. Феликс. И Хёнджин. Глазки косые такие, смешные немножко. Вот эта прическа с хвостиком. И также тут супер микроскопические два листочка стикеров с Эй Тис. Это Сэнхвай Сан. Других участников я не брала. Я брала только вот этих мальчиков. Какие они маленькие. Боже ты мой. Супер раздетый Сан. Супер раздетый Санхвай. Ну, в общем, да. Вот такие вот замечательные стикеры приехали. Следующее письмо. Это письмо от Админа Шопа. Но я у нее покупала лично. То есть просто в личку я написала для приобретения. Тут должен быть плакат из Christmas Evil. Второй версии. То есть красненький. Я когда свои Крисмаса получила, обнаружила, что мне прислали только зеленые два плаката. А красные не прислали. И вот я решила докупить себе красный плакатик, чтобы он был у меня просто. Потому что почему бы и нет. Я очень одновременно люблю, одновременно не люблю. Из-за того, что мне приходится докупать вечно. Когда мне кладут две одинаковых версии чего-то. От повторок я как-то очень проблематично избавляюсь. Мне никто не хочет их покупать обычно. Но вот я всегда еще докупаю вторую версию. чего бы то ни было. Поэтому да. И вот такой вот чудесный плакатик. Из Christmas Evil. Он маленький. Вот такой вот замечательный плакат с такими вот эльфиками в чулочках. В колготочках. Ну что ж. Пока что вот так. Ты пришла помогать. Да, лапки мои. Пришла помогать. Ну ты тут еще умыться сядь. Ты, давай иди, давай. Иди вот так посиди, пожалуйста. Спасибо. Сегодня у меня на распаковку приехало пять писем. И также небольшая посылочка с Алиэкспресс. Маленькая посылочка с Алиэкспресс. И давайте вот с нее как раз и начнем. Я помню, что у меня тут должно приехать. И в последнее время я не так много заказываю чего-либо с Алиэкспресс. И тут мне приехало два набора колечек. Очень много у них было заказов. И я тоже решила взять. Может быть, чтобы это как-нибудь симпатично смотрелось для видео. Первый набор колечек. И второй набор колечек. Он поменьше. И тут есть колечко с таким вот камушком. Да, какие-то тут с изменяемым размером, а какие-то тут с обычным. Ну, такие как бы без какого-то изменяемого размера. Вот эти, по-моему, вот эти все. Цельные, с неизменяемым размером, насколько я вижу. Вот такие вот колечки. Целая куча. Да, и кошка моя от их звука давится. Надеюсь, этого не слышно. Хидит мучается. Но в целом колечки симпатичные. Что-нибудь нацепить для видео вполне себе. Вполне себе реально. Ссылка будет внизу в описании под видео. Теперь давайте начнем смотреть письма. Начнем, наверное, вот с такого. Я не помню, где тут что у меня. И где тут кого у меня что. Ой, какая красота. Я тут уголок немножко отрезала. Ну и ладно. Не будем, значит, сохранять пакетик. Мне тут положили два таких вот хорошеньких стикера с бобиками. И чай также положили. Здорово. Ой, картон такой. Ну, посмотрите, картон просто сантиметровая толщина. Скотч со стройкиц. И тут у меня сын Мин. Я поняла, значит, какой это шоп. Это один из тоже моих любимых шопов, в которых я достаточно часто что-либо заказываю. Мне у них очень все нравится. Как они работают, как они отправляют. Это карта Селлина из альбома I'm Not. У меня тут наконец-то стали появляться какие-то старые карточки стройкиц. Ой, какой хорошенький малыш, слушайте. Да, мне очень нравится. Замечательная карта и замечательная упаковка. Протектор такой супер плотный. Вот как я должна работать в таких условиях. Да, цири. Не ешь пакет. Колечки я, кстати, все-таки нацепила. Достаточно симпатично это все смотрится. Следующее письмо. Это от Шопа. Да, тут мне просто визиточку приклеили. И вроде бы визиточка должна быть с какими-то участниками группы. Давайте посмотрим. Ой, да. Я, правда, не знаю, кто это. По-моему... Нет, нет, я понятия не имею, кто это. Это... Это Энхайкман? Я не знаю. Серьезно. Напишите мне в комментариях, что это за мальчик. Он симпатичный, но я не понимаю, кто это. Да. Хотя у меня тут... А кто у меня тут? А, у меня тут... Да, у меня тут тоже Санмин. Ну, это же не Санмин? Нет, это не Санмин. Я с ума буду. О, какое чудо. Вы знаете, либо я чего-то не понимаю, либо лыжи не едут. А где у меня еще одна карта? Или их... Их что, в один протектор запихали? Да, их запихали в один протектор. Вот зачем так поступать, я не понимаю. Их вытащили из оригинальных протекторов, в котором они приехали. И их положили в протектор просто в один. В один протектор с клапаном. Очень странно. Вот эта карточка, это неофициальная карта, и ее положили в плотный такой суперплотный протектор. Неофициальная карточка Чунина, голографическая. Надеюсь, видно, что она голографическая. У меня немножко фокус брахлит сегодня. Ее положили в плотный хороший протектор. А две карточки Сенмина запихали просто в один протектор с клапаном, вытащив их из оригинальных протекторов. Это очень странное решение Шопа, потому что карты Сенмина из этих истоков, они приходили в оригинальных протекторах. Да, странно, странно, очень странно. Я не очень люблю, когда нацифик достают из оригинальных протекторов. Во-первых, зачем? Во-вторых, нахалена. Потому что очень плотные, хорошие протекторы, хорошо заклеенные. Ну, не очень плотные, но хорошие протекторы, хорошо заклеенные, с оригинальными вот этими вот кружочками. Но зачем было доставать? Потому что там настолько плотный протектор, что когда ты достаешь, ты можешь карту помять, погнуть. И они очень всегда плотно заклеены. Хоть зубами отдирай, доставить будет достаточно проблематично. И поэтому я всегда в заявках прописываю, что не доставать из оригинальных протекторов. Но вот тут вот мне решили пойти наперекор и зачем-то, зачем-то раздербанить оригинальные протекторы. Непонятно, но уже ничего не поделаешь. Давайте тогда будем смотреть дальше. Вот такое вот песницо у нас тут. И тут у меня открытка Чоннина из мембершипа. У меня уже куплены все карты Чоннины из этого мембершипа. Вроде бы у меня нету, только ID-фото. И вот я купила себе также открытку. Я взяла ее с рук. Это не из шопа. В последнее время я не так часто беру что-либо с рук, потому что мне как-то ничего не надо. Я думала, кстати, что она будет немного поярче. Но она в очень хорошем состоянии. Такая вот маленькая милая открыточка. У Чоннина тут носик вообще почти не виден. Следующее письмо. Это также от шопа. И мне очень нравится этот шоп, потому что он всегда так красиво админка упаковывает. Все очень аккуратно. И тут вот все заклеено. И подарки она всегда кладет. В общем, этот шоп и этот админ, они всегда как-то с душой подходят к отправке писем. Смотрите, пакетик такой с сердечками. И мне тут целую кучу стикеров положили. Ой, прелестно прям. Булочка. И такой хомячок, как булочка. И бубик какой-то. В общем, очень-очень приятно. Надо ли написать, будет отзыв. Потому что, по-моему, о прошлом письме я ему отзыв не написала. Я забыла. И тут у меня Чоннин. И вот смотрите, скотч такой супер симпатичный. Это фокат, если я не ошибаюсь. Я это просто фотофильмами называю. Тоже Чоннин из японского мерча. Купила я это настолько дешево, что мне даже стыдно. Я потом находила, что кореянки продают эти фокаты. Он такой малюсенький. И я очень рада этому, что его можно будет поместить в биндер. Потому что фокат у Эйтиз был настолько здоровый, что он торчал из биндера. И я не могла его даже в биндере хранить. Я его оставила лежать просто в коробочке с неформатным мерчом. А этот очень хорошенький. Купила я его всего за 120 рублей. Со всеми учетами, со всеми наценками. Очень дешево, я считаю. Потом, конечно, стоимости этих фокатов у крыльянок стали огромнейшими. Я не буду его распечатывать. Вроде бы его открывали. Но пускай будет в этом пакетике. Малыш Чоннин просто чудо. Последнее письмо. Это бандероль. И тоже из шопа, который мне очень нравится. Тут целая куча всего. Потому что очень долго. Я ждала и копила мерч у них. И также доставка была достаточно долгой. Но в любом случае, наконец-то я все это получила. Я вижу, мне вкусняшки в подарок положили. Мне положили печеньку. Все, у меня полный набор. Снимаем распаковку и идем пить чай. Тут у меня очень много всего. Надеюсь, что мне ничего не забыли. И все положили. Потому что я тут не вижу открытку, если честно. Надеюсь, что она просто маленькая. И она просто в конце. Где-то. А где открытка? Вот похвалила. А мне не доложили открытку. Я не поняла. Но открытки тут нет. Может быть. Нет. Мне не доложил шоп открытку. Ладно. Что сегодня за распаковка такая? Я просто не понимаю. Последнее время мне как-то не сильно везет. Совсем в этой жизни. У меня тут достаточно много всяких приятных молодых людей. Во-первых, у меня тут два японских полароида. Чунин и Сэн Мин. Не ошибаюсь, они из разных сетов. Вот этот с бабочками, а этот без бабочек. Вот в этом сете с бабочками у меня есть тоже Чунин. А вот в этом сете без бабочек у меня есть Фелик. В общем, Чунин у меня везде есть. Также у меня тут карта Мингиши. Это, по-моему, какая-то... Да, это Мейкстар предзаказка. К третьему еще Фиверу. У меня также куплены Юсан и Сан. Это было достаточно давно куплено. Я все их никак не могу дождаться. Я это покупала еще перед Новым годом. Но вот Минги доехал первым. Также у меня вот такая вот чудесная карта Чунин и Сэн Мин. Драгоценных моих мальчиков. И также у меня тут Сэн Мин. Вот он в оригинальном протекторе. Его не вскрывали. Из самого первого ивента нацифик. Также у меня тут два мини-фотобука. Мини-фотобуки Stray Kids. Я их покупала на корейском разборе. Мне очень хотелось эти мини-фотобуки. И вот они наконец-то у меня тоже появились. Какой феликс чудесный с этими веснушечками. Мне очень нравится. Я пока не знаю, как я буду хранить их еще в биндоре. Но вот как-то так. Не знаю, буду ли я их делить. И как я их буду хранить. Но в любом случае они просто чудесные. Ой, какой замечательный Чунин. Просто прелесть. И второе это Щенын. Так скажем. Чанин. Я, кстати, снимаю это видео в день рождения Бончана. 3 октября. Мне очень нравятся эти карты Хёнжина. Он просто чудесный мальчик тут. Ну что, как-то вот так. Так, сегодня у нас с вами будет последний такой распаковочный день. Последняя часть в череде этих распаковок. Потому что больше как-то мне ничего не едет. На распаковку, как вы можете заметить, у меня одна посылочка и три письма. В принципе, тут в посылочке ничего интересного. Поэтому давайте с нее и начнем. Сегодня, если я не ошибаюсь, да, сегодня у меня только посылки от шопов и отправления от шопов. Тут какая-то грязь, земля. Я не знаю, что это мазут. Оно что-то липкое. И давайте смотреть посылку. Я аккуратно, потому что тут какая-то гадость липкая. И чтобы рукой второй раз у нее не вляпаться. Мне тут оставил такую вот миленькую записочку с благодарностью. Первый раз я что-то заказывала в этом шопе. И также первая моя посылка из этого шопа. У меня есть там еще какие-то заказы. Но они пока еще в пути, так скажем. На них еще даже доставку не брали. Там я практически распаковала и сняла первый слой пупырки. Тут шоп, конечно, очень классно все упаковал. Очень надежно. И набор, они мне предупреждали, что он приехал помятый. Но он к ним тоже еще приехал помятый. И также, как вы можете заметить, тут у меня тинт. Вот тоже нацифика. Ну и, соответственно, да, это опять нацифик. Опять приехал ко мне набор Fresh Hair. И вот этот набор, соответственно, я еще думала оставлять. Да, ну, на это я никак не могу повлиять. Она тут нюхает, как всегда, все. Ну, пускай нюхает. Три. Что ты нашла тут интересного? Ну, что ты меня лижешь? Иди давай, ты ли. Этот набор я тоже буду с удовольствием использовать. И в целом я пользуюсь Fresh Hair. Сейчас осень, потом зима. И эта серия отлично подходит для зимы, для осени. И мне она нравится. Очень мне нравится крем. Я каждую распаковку Fresh Hair об этом говорю. Что крем меня прямо очень устраивает. И на зиму, на осень он просто идеальный. Тинт у меня в оттенке чана. И у меня почему-то на нем нету защитной слюды. Но я надеюсь, его никто не открывал. Никто ничего не пробовал. У меня это оттенок чана. Оттенок этот называется Purity. Мне этот цвет очень нравится. У меня уже есть как бы полный набор помад и тинтов нацифик. Но я решила, когда был листок этого ивента, повторно заказать цвет чана. Потому что он у меня всегда просто в ходу. Я им с удовольствием пользуюсь. Он мне очень нравится и подходит мне. Я стерла, но у меня все равно как бы тинт от этого тинта остался. Теперь давайте смотреть письма. И, к сожалению, два письма, две карты, которые в этих письмах мне придется продать. Потому что по ней поехали повторки. Но вот тут, как я понимаю, тут, наверное, будет мне повторки. Да, это от шопа, как я уже говорила сегодня. Все посылки от шопа. И этот шоп мне, ну, в принципе, нравится. Они нормально работают. И также мне положили подарочки. Забавный. Ой, их прям так отлично упаковали в такую огромную картонку. Всего лишь две карты. Итак, у меня тут два чудесных чанина. Это из альбома Yellow Wood. И у меня, как я уже говорила, наконец-то стали собираться потихоньку какие-то карты из старых релизов. И вот, соответственно, я купила себе двух таких вот чудесных чунинов. Одного такого чудесного чунина, но две карты с ним. Очень мне они нравятся. У меня еще едут некоторые карты тоже. Чунина, Чана, если я не ошибаюсь. Сумина из предыдущих релизов. Вот такой Сумин у меня точно будет еще один. Но этот чунин я не могу. У него такое важное лицо тут. Забавный, малыш. Следующее письмо. Наклейку придется порвать. Ой, тут выпала визиточка. Ой, с минсонами, какая прелесть. Да, визиточка с минсонами и шоп. И тут у меня бинечка Чан Бин из Christmas Evil. И кто смотрел мою распаковку Christmas Evil, тот знает, что это повторка. У меня уже есть такая карта Чан Бина. Я вот эту карту в шопе купила раньше, чем как бы дождалась альбомов, чем купила альбомы. И Чан Бин у меня из серии Christmas Evil собран полностью. Соответственно, вот эта вот должна была быть последняя его карта из Christmas. Я дождалась альбомов, и там тоже мне выпал такой Чан Бин. Поэтому вот этого малыша придется выставить сейчас на продажу. Ну, упаковка у шопа тоже классная. Все доехало отлично. Обязательно нужно будет не забыть в этот раз написать эмонзу, потому что в прошлый раз и забыла. А так, да, придется попытаться продать этого Чан Бина. Заметила то, что мне тут выпала еще наклеечка с Чаном. Я так обожаю этот образ Чана, вы бы знали. И с Kingdom это его выражение лица, это такой мем. Я не знаю, наклейка это или просто картиночка, но хочется приклеить ее себе на лоб, потому что этот образ Чана это легенда. Следнее письмо. Тут тоже, к сожалению, будет повторка. И мне тут положили такой подарочек очень милый. Пакетик с мышкой и с кошкой. И два таких вот стикера. Или это картиночки, или это стикеры, не знаю. Но пакетик этот просто чудо. Смотрите, какой хорошенький. И тут вот такой вот малышуля Сан Мин, которого мы тоже с вами не так давно буквально распаковали. В общем, как так получилось, что у меня их два из этого ивента нацифик. Я записалась на этого Сан Мина, когда были листоки нацифика в шопе, в одном шопе. По-моему, сначала я записалась в том, который как раз-таки в предыдущем кусочке ролика мы с вами распаковали. Записалась, но очередь не добралась. Как я думала, не добралась. И очень долго не было оплаты. Соответственно, я решила записаться где-нибудь в другом месте на Сан Мина. Потому что, я смотрю, в очереди, правда, очень мало людей записано. И думаю, ну да, значит, не набрали. И потом я записалась вот в этом шопе. А через некоторое время тот шоп добрал очередь. Уже через недельку где-то. Но в любом случае, как бы добрал очередь, и мне пришлось оплачивать двух Сан Минов. Таким образом, у меня теперь два Сан Мина из первого ивента нацифик. Он в оригинальном протекторе. Протектор не вскрывался. Также они меня сверху положили еще в один протектор. Они огромные умнички. Очень хорошая упаковка и подарочки. Такой вот малыш, который тоже нужно будет попробовать как-нибудь продать потом. Дорогие друзья, вот такое вот видео у нас с вами получилась. Такая вот сборная распаковка, сборная солянка. Из целой кучи различных карт, косметики и прочего мерча. Надеюсь, что это видео вам понравилось и эта распаковка вам понравилась. Также напоминаю, что если вы не подписаны на мой канал, то вы всегда можете на него подписаться. Нажать кнопочку «Мне нравится». Может быть, поставить даже уведомление, кто знает. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!